Первый тоннель в России, где дорожное полотно проходит параллельно одно над другим, открыт сегодня в Москве. Это его уже назвали винчестерным по аналогии с винтовкой, у которой стволы расположены вертикально. Такое проектное решение позволило избежать сужения пешеходной части на пресечении улиц Берзарина и народного ополчения. Ольга Князева увидела, насколько стало комфортно. Через какие-то секунды первые автомобилисты въедут в тоннель по направлению к Ленинградскому проспекту. Встречное движение уже запущено. На первый взгляд совершенно обычное сооружение. На самом деле для России единственное в своем роде. Тоннель двухэтажный на протяжении 100 метров. Машины будут ехать вот так, друг над другом. Так элегантно, говорят строители, пропускную способность шести полос упаковали в три. Это позволило достаточно узкому участку улицы народного ополчения все-таки стать частью хордовой шестиполосной трассы. Это часть северо-западной хорды, достаточно существенная. И остается еще около 30 километров северо-западной хорды, которую мы, надеюсь, закончим ближайшие два года. Так что поздравляю, Москва стала более быстрой и мобильной. Спасибо, спасибо, друзья. Будущее северо-западная хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет несколько округов Москвы. Строительство конкретно этого объекта – сложнейший этап. Вроде бы все, как в обычном тоннеле. Водители не замечают, что в какой-то момент едут друг у друга над головой. Тоннель еще называют винчестерным, по аналогии с винтовкой, у которой один ствол расположен над другим. Правда, с дорожными коридорами все гораздо хитрее. Когда они заходят на одном портале, и где-то в глубине, в подземной части, один тоннель виляет, заходит под другой, потом возвращается в плановое положение и в разных пикетах выходят на поверхность. Длина всего дорожного винчестера – почти 800 метров. Это позволило убрать целых три светофора, на которые постоянно жаловались водители. Пробки остались в прошлом. Отличная дорога, мне очень удобно. Я живу в Западе, работаю в Севере, и очень удобно здесь. Удобно. Пока были строительные работы, велись, не так комфортно было. А сейчас, надеюсь, будет лучше. Так что очень приятно, что думают о нас. На этом участке улицы Народного ополчения угодить и водителям, и пешеходам сложно. Если бы строили классический тоннель, от тротуара бы ничего не осталось. Расширение в высоту – ловкий компромисс. Туннель не съел очень много места. Расстояние между тротуарами осталось достаточно небольшое, что не пришлось сносить лишние дома и зеленое насаждение. Москва удобная теперь и в этой части Волгоградского проспекта. Новая эстакада в районе Волжского бульвара увеличит пропускную способность на 25%. Люди будут быстрее добираться до дома, меньше нервничать в часы пик. Успевать все, что запланировали. А как с пробками? Долго приходят стоять? Постоянно долго стоять. Постоянно? А вот если откроют какого-нибудь... Я думаю, расходится. Расходится? Да. Постоянно ездят? Каждый день практически из Жуковска. Полтора часа от МКАД до центра. Вместо 40 минут всего 5. Столько времени теперь займет проезд по этому участку. Общественный транспорт отдельно. Двигается по специально выделенным боковым полосам. Эстакаду, как и двухэтажный тоннель, сдали раньше срока. Перемены должны ассоциироваться с удобством. Поэтому оба объекта строились с учетом пожеланий жителей столицы. Ольга Князева, Илья Марин, Максим Катаев, Сергей Козлов, Тимофей Генералов, Александр Дудин и Татьяна Бакулина. Первый канал.